Кто из вас хочет получить обучение на 3 фокуса абсолютно бесплатно? По ссылочке в описании вы найдете демонстрацию на 3 очень эффектных и визуальных фокуса, а также там будут подробные обучения. Фокусы действительно стоящие. Первый это проход маркера сквозь купюру. Это действительно визуальный, очень классный фокус, при этом зритель может все проверить. Он может проверить маркер и может этим же маркером подписать саму купюру. Переходите по ссылочке в описании и получаете обучение на 3 очень крутых фокуса, я лично рекомендую. Это очень быстрый фокус, в котором используются всего 2 карты, а именно дама черви и туз пик. Их можно дать на проверку зрителю, что они самые обычные, ничего в них такого нет. Начнем мы, пожалуй, с туза пик. Туз пик пойдет вниз колоды. Вопрос, что находится сверху? Если вы думаете, что это дама, нет, на самом деле здесь находится туз пик, потому что дама находится снизу колоды. Но опять же, на самом деле дама находится сверху колоды, а снизу у нас находится туз. Давайте попробуем еще раз немножко посложнее. Мы возьмем эти 2 карты, на самом деле мы возьмем туза пик и положим на коробочку вот так. А даму мы уберем куда-нибудь в центр колоды вот таким вот образом. Давайте вот сюда, например, и подснимем. Теперь вопрос, как очень быстро найти даму в колоде? На самом деле ее не нужно искать, потому что она находится здесь, на коробочке. А в центре у нас есть карты-подсказки, чтобы можно было быстро найти туза. Здесь у нас находятся 4 туза. Привет всем любителям фокусов, с вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. То есть сегодня у нас будет очень эффектный фокус с картами, ну а также подробное обучение. И перед тем, как мы перейдем к этому обучению, я хочу порекомендовать вам магазин 54karts.ru. Только оригинальные и качественные карты, огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские, есть мой фирменный набор Неро Янг, в который входит колода Bicycle стандарт и 4 специальные карты для особых трюков. Там вы найдете огромное количество карт по приятным ценам и с быстрой доставкой. Переходите по ссылочке в описании и закупайте все именно в 54karts.ru. Для этого фокуса вам понадобится колода карт, коробочка по желанию, в принципе, можно и без нее. Дама черви, например, и 4 туза. Вы можете заменить эти карты на другие, но контраст будет именно на этих картах, очень прикольно все выглядит. Мы берем 4 туза, с этой стороны первым должен быть туз пик и кладем их вот так вот на колоду. То есть, смотрите, колода лежит вот так, а 4 карты, 4 туза вот так. Сверху еще идет дама черви. Это вся подготовка. Показывать фокус нам нужно будет именно вот так. В принципе, начать вы можете с того, что покажете колоду карт зрителю с этой стороны. Главное, не спалите эти карты. То есть, допустим, вы показали. И после этого, вы говорите, также нам понадобится коробочка. И тем самым я перевернул колоду карт. То есть, у меня рука идет вот сюда. И все. Мы готовы показывать фокус, потому что теперь у нас колода вот в этом положении. Я это не использовал в демонстрации, но вы можете этим воспользоваться. Итак, у нас есть эти 5 карт. И я объясняю зрителю, что это фокус с двумя картами. Я беру 1, 2. Еще немножко выдвигаю вот так, чтобы дополнить иллюзию того, что все карты находятся нормально, а нет там никаких перевернутых. То есть, смотрите, 1, 2. И показываю зрителю. Эти карты можно дать на проверку. Две карты у нас. И я делаю следующее. Я их переворачиваю, но переворачиваю я их не на колоде, а вот так. Просто бросаю. Из-за этого у зрителя создается небольшая иллюзия и непонимание того, какая карта была сверху, какая снизу. И после того, как мы сделаем двойной подъем, вы можете сделать любой переворот двух карт, как одной. Я использую вот этот. Вы можете любой другой использовать. Ну, допустим, вы сделали стандартный. Вы показываете туза, но за ним находится дама. И зритель думает, что это верхняя карта, туз. И убираете его под низ. И объясняете это зрителю. На самом деле, разумеется, теперь под низ пойдет дама. Вот так. После этого спрашиваете у зрителя, какая карта сверху, он называет дама. Но вы говорите, нет, на самом деле сверху сейчас находится туз, потому что дама находится снизу. И просто вот так вот разворачиваете колоду карт. После этого говорите, я опять тебя обманул. И на самом деле, да, дама находится сверху. И мы вот так вот пролистываем карты. Это идеальная иллюзия. Прям офигенно. А туз, берем вот так нижнюю карту и поворачиваем, находится снизу. Кладем все это дело наверх. И сразу же переворачиваем. Объясняем, что покажем ему еще раз. Снова делаем двойной подъем. Показываем туза. И говорим, в этот раз я положу его на коробочку. Разумеется, сюда идет дама. То есть, смотрите, две карты перевернули. Сюда пойдет дама. А в центр... Точнее, сори. Возьмем туза. Он пойдет на коробочку. А дама пойдет в центр. Разумеется, там дама находится, а здесь туз. Но зритель-то думает наоборот. После этого мы берем и делаем вот такой вот брейк. Мизинцем на одной карте. Вот так. То есть, смотрите. Поставили брейк. Начинаем толкать центр колоды. Чтобы карты начали выходить отсюда, создавая иллюзию того, что мы убираем карту в центр. На самом деле, мы ее положим прямо под этот брейк. И задвинем сразу и переднюю, и заднюю часть. После этого просто подснимем. И теперь мы спрашиваем у зрителя. Как можно очень быстро найти эту даму? И показываем на колоду. Но на самом деле, она находится здесь. Мы поворачиваем эту карту. После этого мы пролистываем. И здесь наши тузы ловят этого туза. Мы объясняем это как карты, которые подскажут нам, где туз, чтобы его недолго искать. Ну и разумеется, это именно туз пик. И таким образом мы находим красиво еще и 4 туза из колоды. Можно убрать даму в центр. И продолжить показывать ваш фокус. И уже там какой-нибудь фокус с 4 тузами. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Смело ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Смотрим предыдущие видео. Всем удачи. Всем пока.